Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня в данном видео расскажу, как можно восстановить удаленные фотографии, видео, контакты и все остальное с вашего айфона. Поехали! Для этих действий нам в любом случае понадобится специальный софт. Программа называется Tenorshare Pult Data. Ссылочка будет в описании. Нажимаем скачать, запускаем установку. Далее вам нужно подключить айфон к компьютеру через оригинальный кабель. Помните, что ни в коем случае не стоит пользоваться неоригинальными кабелями для айфонов. Если он вас просит доверять ли этому компьютеру, нажмите доверять. Если ваш айфон не определяется в системе, вы можете зайти на официальный сайт Apple и скачать там iTunes. После его установки все должно определиться. На всякий случай ссылочку я оставлю в описании. Ну, к примеру, я удалю все свои фотографии с котом. Для того, чтобы восстановить удаленную информацию, переходим к восстановлению устройства iOS и выбираем, что мы хотим восстановить. В моем случае только фото, но помимо этого вы еще можете восстановить видео, контакты, сообщения. Ну, в общем, все, что вы видите в этом списке. Выбираем необходимое, жмем сканирование, дожидаемся кончания. И вот он нашел 4 удаленные фотографии. Для того, чтобы их восстановить, ставим галочку, нажимаем восстановить ДПК и отправляем все в отдельную папку. Например, папка фото на рабочем столе. Жмем ОК. После чего у вас сразу откроется эта папка, переходим в нее. И вот все фотографии, которые были удалены. Если первый способ вам не помог, тогда, возможно, вы сможете восстановить данные из резервной копии. И вы могли сделать ее двумя способами. Первый способ это сохранение резервной копии непосредственно на компьютер через iTunes. Либо вы сохранили ее в iCloud. Если мы нажмем восстановить данные из backup, то он просканирует ваш компьютер на наличие резервных копий. Если они не отображаются в списке, но вы уверены, что копии есть на вашем ПК, можете их вручную импортировать. Для этого нажимаете импортировать сейчас. И выбираете резервную копию. Выбираете ее в списке и жмете Далее. Помните, что при восстановлении из резервной копии восстановятся лишь только те файлы, которые были в момент ее создания. Поэтому если сейчас в вашем устройстве имеется какая-то важная информация, которой нет в этой копии, обязательно ее куда-нибудь сохраните. Если вы не делали резервную копию на свой компьютер, то, скорее всего, резервная копия была сделана в iCloud. По умолчанию они делаются автоматически. Для того, чтобы восстановить данные из резервной копии iCloud, вам нужно знать логин и пароль Apple ID. На телефон придет соответствующее сообщение, нажмите кнопку разрешить. Там появится код и нужно будет его ввести в программу. Выбираете то, что хотите восстановить из копии, например, фотографии, видео. Нажимаем скачать. Дожидаемся окончания. После он покажет, какие фотографии и другие данные можно будет восстановить. У меня отобразился тот же самый код. Я выбираю все. Нажимаю восстановить. Выбираю необходимую папку. После завершения папка откроется самостоятельно. И вот наши удаленные фотографии. В программе есть еще функция исправления сбоев системы. Всего два режима. Один без потерь данных. Ваш телефон просто обновится на последнюю версию iOS. И расширенный режим. Это когда полностью все удалится. И установится последняя версия операционной системы. И последнее это резервное копирование и восстановление приложения. Здесь можно создать и потом восстановить резервную копию WhatsApp, Line, Viber и WeChat. Пробуем создать резервную копию Viber. Вот моя переписка Viber. Нажимаем сделать резервную копию и дожидаемся окончания. После окончания можно будет просмотреть свою копию. Скачиваем его по новой. Приложение установилось. Как вы можете видеть старых чатов тут нет. Нажимаем кнопку восстановить. Выбираем ту резервную копию, которую мы создавали только что. Дожидаемся окончания. На экране появится сообщение, что идет восстановление. Открываем Viber. Как можно заметить у нас все чаты на месте. То есть у нас все успешно восстановилось. Вот таким образом можно восстанавливать удаленные данные и делать резервные копии популярных мессенджеров. Напишите в комментариях удалось ли вам восстановить удаленные файлы. Если видео оказалось полезным обязательно поставьте лайк. В любом случае подпишитесь на канал. Всего доброго. Пока.